Альхамду лиллахи раббил ааламин, ассалату ассаламу аля Расуллина Мухаммаду аля алихи и ассахбихи аджма'ин, амма ба'ад. Продолжаем чтение книги. Кейфах тадайту лят таухид, ва лят сурат лимустаким, шейха Мухаммад Джимильзину рахимахуллах. В следующей главе или в следующем разделе говорит шейх, кунту накшбандиен, я был накшбандитом. Что это значит, что это такое еще? Сейчас, иншалла, узнаем. Он говорит, с маленьких времен, когда я был еще маленьким, я посещал уроки в мечети и кружки зикра. То есть кружки, в которых может быть изучается Кур'ан или совершается зикр у некоторых из них. И меня заметил один из шейхов тариката накшбандия. Тарикат это суфистское течение. То есть суфисты, они делятся на тарикаты. И вы видите, у них есть свои разные тарикаты. Тарикат, то есть пути, как они это говорят, пути, которые ведут ко Всевышнему Аллаху. Разные пути, путь одного шейха. То есть путь, который придумал один шейх, в честь него был назван. Путь, который придумал другой шейх, измыслил, из головы выдумал. Назвали в честь его имени и так далее. Все это называется турок. Один из таких тарикатов, тарикат накшбандия. Из суфистских течений. Течение накшбандия. Аллах Субханаху Атали в Коране говорит «Валя таттаби'ус субуль» «И не следуйте путями». Запрещает нам быть где? В тарикатах. Так ведь? Говорит «Валя таттаби'ус субуль». «Не следуйте путями, не следуйте тарикатами». Но шейх говорит «И увидел меня шейх». То есть один из уважаемых, считающихся у них обладателем знания шейхов. Из какого тариката? Накшбандия. И он взял меня, отвел. У них есть определенное место в мечети, как вот Мусалля или какое-то это, где они проводят свои зикры. Где они проводят свои поминания, свои какие-то чтения и так далее, там подобное. Завия называется. Завия. Угол. Говорит «Отвел меня в один из углов мечети». И начал мне давать, говорит, листочки, в которых или обучать меня уирдом накшбандийского тариката. Уирд. На самом деле уирд ничего в этом плохого нет. То есть уирд это какой-то, пусть будет так, ежедневный кадр, то есть ежедневный размер. Может быть из Курана, допустим, если я кого-то из вас спрошу, какой твой уирд ежедневный? Ты скажешь, допустим, мой ежедневный уирд дюс. То есть если ты день дюс один читаешь из Курана, это твой уирд. Кто-то, допустим, поставил себе, или, скажем так, обязал себя, допустим, несколько страниц из Курана читать. Вот это его уирд. Понимаете, что это значит уирд? Кто-то какие-то зикры делает, допустим, утренние, вечерние, в соответствии с унии православляем. Вот это его уирд ежедневный. У них же есть свои аурад, свои уирды, которые они выдумали. Длиннющие, большие, там часами можно сидеть, и так далее, и так далее. У каждого тариката свой уирд, несоответствующий с унии православляем. И вот, говорит, этот шейх, когда я еще был маленький, отвел меня в угол мечети и сказал, вот наш уирд, нашего тариката, Накшбандия, изучая его. Но, учитывая мой маленький возраст, я не мог, говорит, выполнить те уирды, потому что у них уирд, допустим, Накшбандийский уирд, у них есть, они записаны уже, сейчас же 21 век, то есть от начала до конца, там около часа он длится, то есть вот и час должен вот эти всякие вымышленные ими зикры делать. Поэтому, говорит, я в силу своего возраста не мог просто физически, то есть выполнить это, выполнить то, чем меня он обязал. Миналь аурат. Илля анна не ахдур маджалисахом. Но я все-таки посещал их собрания, в которых они собирались, эти уирды говорили, свои зикры. Маа акариби, вместе со своими родными. Физзавая. Вот в этих помещениях, которые выделены для этих мест, они там танцуют, как об этом будет сказано выше, и так далее. И я слышал то, что они говорят из разных касыт и нашидов, а нашиды поют разные песни там вот на этих собраниях. И они говорят вот эти уирды, и в ходе чтения этих уирдов упоминаются имена их шейхов, то есть шейхов, их тарикатов. Шейх там Абдул-Кадир, такой-то, допустим. И когда, говорит, они доходили до имени шейха, они начинали повышать свои голоса, то есть ясейхуна, начинали кричать громкими голосами. И говорит, меня постоянно пугал этот звук. То есть он ребенок, видит то, что там взрослые что-то делают, крутятся-крутятся, вроде что-то говорят, говорят обоих друг, о-о-о-о, допустим, начинают. И он говорит, я сижу, сижу, допустим, и вдруг, то есть постоянно он меня пугал, вот эти резкие их выкрики, когда имя кого упоминалось? Всевышнего Аллаха? Шейха. Когда имя шейха упоминалось, они, говорит, постоянно меня резкие эти звуки ночью пугали. И как мы дальше еще увидим, это то, что чаще всего это ночью все проходит. И говорит, это стало причиной некой тревоги во мне и болезней. То есть, ну, представляете, если с маленького возраста человек, допустим, спокойно сидит, его пугают, пугают каждые пять секунд. Немножко это может сказаться, так ведь, на человеке. Когда же я стал постарше уже? Один из моих родственников начал меня постоянно брать с собой в мечеть в нашем районе. для того, чтобы я вместе с ним посещал то, что они называют, кто они? Суфисты, тарикатчики. То, что они называют хатм. Что это из себя представляет? Мы, говорит, садились вот в нечто наподобие круга, ну, или овал примерно, то есть формулировали круг. И один из шейхов раздавал нам камушки. И говорил, благословенная фатиха. Или, ал-ихлясу шариф. Или, ал-ихлас. Благословенный ихлас. Благодатный ихлас. И мы читали, говорит, сколько камушков у кого было, в такое количество раз читали сур-у фатиха или сур-у ихлас. Вали стихфар. Или же говорили из стихфар, то есть слова столько, сколько было камушков нам раздавали. Или четкие, нечто подобное. Или же делали салават на пророка, но в том виде, в котором они нас обучали. То есть видоизмененный, которому нет основы в суньи и пророка, и делали это столько раз, сколько было камушков у них. Из тех видов, которые я помню, Аллахума салли аля Мухаммад «Ададат даваб» «О, Аллах, благослови Мухаммада такое количество раз, сколько живых существ на земле» и так далее. То есть это не приходит в суньи, нет этому достоверного основания никакому. Однако они выдумали, я говорю, целые там у них длиннющие эти уирды. Все это они говорили вслух Это уже ближе к концу зикра они говорили То есть И тому подобное Уже в конце зикра После этого шейх Говорил После того как они заканчивают Вот это бандитский тарикат Это их вид зикра И в действительности Вы это можете спокойно Даже в ютубе посмотреть и найти Допустим написать Какие уирды у них шбандия И вам все это выдаст Может быть во время шейха когда еще писал Люди действительно Люди которые воспитаны на саляфии Удивлялись бы как так Это невозможно Да наверное люди так не делают Да не может быть чтобы вот так явно противоречили шариату То есть возможно усомнились бы В наше время все проверяется Бесьмеля зайдите и воочию увидите Воочию увидите все эти зикры Как они это делают Как поют Как пляшут и так далее Все вот эти противоречия И в конце говорит Этих зикрах шейх Которому как бы Который поручает Вот этот хатам То есть вот это мероприятие Которое хатам у них называется Он что В конце говорит А робитату шарифа То есть Переведем так Не дословно Примерно Благодатная связь Сейчас наступит связь Какая-то робита Чего-то с чем-то Что имеется ввиду Подроби от шарифа Они имеют ввиду Что сейчас Каждый должен Представить шейха Шейха тариката В то время Когда он совершает Зикр То есть когда ты Зикр совершаешь Теперь ты Все представь шейха Перед собой Потому что шейх Является связующим звеном Их со Всевышним Аллахом Как они об этом думают И что и в этот момент Они начинали Что Вопить Кричать Их захватывал Страх или смирение То есть смотрите Чтобы представление было Если кто-то не знает Вот они приходят Собираются И в течение часа Начинают какие-то Зикры делать Грубо говоря Доводят себя До состояния Транс уже все То есть говорят Говорят Повторяют 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 Потом говорят Аль-Фатих Хачу Шарифа Они сто раз Хачат Аль-Фатих Аль-Фатих Шариф Ихлас Читают И так далее Потом Салават Делают 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 Часами Это на протяжении Всей ночи У них длится Одно и то же И так далее И в конце Роби Тату Шарифа Теперь связь И каждый Сосредотачивается И насколько Может представляет Шейха перед собой Что вот этот шейх Сейчас свяжет его Со Всевышним Аллахом Субхана Хваталя И уже там До того доходит Что некоторые там Выть Начинают вопить И это есть Если поесть Найдете это То есть я не Не придумываю сейчас То есть своими глазами Можете это увидеть Начинают видеть Вопить И он говорит что Их охватывает Хушу То есть они начинают Смирение проявлять И так далее И шейх говорит Хатта Анна Ахадахум Шейх то что видел Говорит Ша Ахат Туху Я видел Как начал прыгать По головам присутствующих Говорит Мин маканин муртафи Мин шиддатиль вачда То есть так он Перевозбудился От этого всего Что начал По головам своих Соседей прыгать С места на место Ка Аннаху Аль бахляван Подобно акробату Говорит Фаастагрибу хаза Тасарруф Васыях Инда зикр И мне говорит Очень странным Показалось Говорит Вот эти движения То есть он маленький Мальчик грубо говоря Приходит в мечеть И наблюдает За такими картинами Я говорит В то время Очень был удивлен Всем вот этим Движением Которые происходят Там у них Как они кричат Говорит Во время поминания Шейха своего тариката И однажды Говорит Когда я зашел В дом Вот этого Моего родственника Который постоянно Брал меня Вот на эти мероприятия Я услышал там Нашид То есть песню Мин джамаатит тарикатин Накшбандия Которое То есть Принято петь У вот этого Накшбандитского тариката Якулюна фихи В котором они говорят Дуллиони билляхи Дуллиони Аля шейхин Наср Дуллиони Смысл говорит Укажи же мне О Аллах Укажи На шейха Насра Укажи Который Излечивает больных И служит Причиной Излечения Сумасшедших То есть смысл Примерно такой Я вам просто привел Это все в рифму Длинный Но такие строки Говорит Услышал Я их помню Говорит Что в детстве Я вот эти строки От них услышал Когда зашел В дом этого родственника Я остановился Говорит У дверей Дома И не зашел И сказал Хозяину дома А разве Говорит Шейх Может излечить больного И может Привести в себя Сумасшедшего Он сказал Да То есть Шейх Нашего тариката Конечно способен На это Я ему сказал Но говорит Посмотри Ведь Иса Как об этом в Куране Сообщается Иса Сын Марьям Которому Аллах Субханахуаталя Как чудо Даровал то Что он мог Оживлять Мертвых И лечить Слепых И прокаженных Он говорил Если пожелает Аллах То есть Это все Я делаю То есть Это делает Аллах По его желанию Все это Осуществляется Он мне сказал И наш шейх Тоже это делает Из-за Зазволения Всевышнего Аллаха Я ему сказал Так почему Тогда вы не говорите Что это По желанию Всевышнего То есть Когда уже Как говорится За руку поймали Тут уже начали Они что Выкручиваться Говорит Зная то Что Исцеляющий Излечающий Это только Всевышний Аллах Субханах Для единой Камакали Ибрахим Алейхиссалям Как известные слова Ибрахим Алейхиссалям В суре Шуара Если я заболею Он меня лечит Всевышний Аллах Субханах Излечения Субханах Субханах